Бульвар на улице Пушкинской Владимир Васильевич, как часто можно вас встретить утром здесь? Да, практически каждое утро гуляю, потому что живу здесь рядом, и мне очень нравится этот район, это место Пушкинское. Здесь очень спокойно, как-то вообще на душе становится легко спокойно. Особенно стал часто гулять, когда появился вот еще один член нашей семьи. Вам, концертирщему музыканту, педагогу, видимо, наверное, сил физических нужно немало, и эти утренние прогулки, они что-то вам дают? Да, как-то с утра набираются энергии, набираются новых желаний для того, чтобы что-то делать, жить как-то активнее. И несмотря на февральские морозы, которые преподнесла нам погода, наступление весны к природе неизбежно. Это всегда что-то новое, от весны многого ждут. Что вы ждете от нынешней весны? Ну как, от каждой новой весны жду чего-то нового для себя, для своих студентов, для своего коллектива, ансамбля «Калинка». Вот, и сейчас, тем более в год собаки, я по гороскопу собака, я жду чего-то нового, еще больше каких-то свершений, чем были раньше. Ну, для того, чтобы почувствовать новое, ожидать его, наверное, нужно оглянуться в то, что прошло, в то, что когда-то было. Да, я, пожалуйста, могу делиться какими-то нашими прошлыми успехами, нашей жизнью, творческой жизнью, нашими поездками, нашими какими-то планами на будущее. Я хочу вас пригласить к себе на чашку чая, если вы, так сказать, у вас есть время, если вы не возражаете. Спасибо. 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 Служба в армии многое меняло потом жизни. Я имею в виду, что многие музыканты и консерватории училища как правило проходили службу у нас здесь в ансамбле «Сквор». Вас эта чаша виновата? Да. Так получилось, что попал в обычную армию, в обычную армейскую обстановку. Служил в Грозном, в дивизионе, в светодивизионе. И там, в общем, полтора года почти. Ну, меньше тогда год служили, но я переслужил немного. И, в общем, вкусил этой солдатской такой настоящей службы. То есть баян практически видел только в самом начале, когда еще службу молодого бойца проходил. А потом, ну, это еще больше усилило какое-то стремление продолжить концертную именно деятельность как баяниста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну, за 23 года работаю в консерватории. У меня выпустилось уже где-то 35 человек по специальности. Из них, конечно, очень хорошие музыканты, на мой взгляд, получились. Ну, я могу назвать некоторых из них. Это вот, прежде всего, конечно, это мой коллега сейчас, доцент консерватории, заслуженный артист России, Владимир Шишин. Вот, это лауреаты всероссийского конкурса. У меня два ансамбля, которые получили первую премию на всероссийских конкурсах. Это в 1986 году лауреаты первой премии трио баянистов, которые работали, более десяти лет работали в Кисловодской филармонии. И в 1990 году стал лауреатами еще один ансамбль трио баянистов, это братья Полны и Александр Калашников. Кстати, они на следующий год, в 1991, стали лауреатами Гран-при во Франции. За годы работы закончила консерваторию аккордеонистка Людмила Шриканити. Это дипломат всесоюзного конкурса. Она сейчас работает в Литве, в Каунасе работает, в филармонии и преподает в детской музыкальной школе. Сейчас учится на четвертом курсе Александр Лишенко. Это лауреат международного конкурса Гран-при. Кстати, я хотел бы вас с ним познакомить. Ты немножко забыл, мы здесь планировали с тобой тише начать немножко. Рикошель, немножко тише, чтобы общая линия получилась у тебя. Начало или с этого места? Нет, тут переход. Отсюда прямо. Немножко, когда ты играешь темы, немножко расслабляешь концов раз, постарайся чуть удержать напряжение с тем, чтобы общая форма развития сохранилась. Хорошо? Еще раз оттуда и дальше. Удержать, попробую удержать. Еще нужно будет поработать. Давай немножко кантиленов попробуем. Как это сейчас в столке получается? Удержать. 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 في Владимир Васильевич, концертная деятельность сейчас для каждого музыканта Это может быть избыточная и несбыточная мечта То есть организовать концерты, продолжать концертировать, это очень сложно Для Вас так же? Да, я должен сказать, что в ростовской филармонии я как раз работаю после армии Вернее работал, потому что это было где-то с 71 года тоже в филармонии И вот последние буквально два года я не работаю в филармонии как баянист А за эти годы, работая в коллективе музыкальной лектории, объехал все районы области, где только мы не побывали Это до 76 года, только как солист А 76 года, когда организовалась Калинка, очень много и с ансамблем издал по области Вот Вы, заслуженный артист России, профессор, все-таки лауреат Ну, в качестве руководителя ансамбля Калинка все-таки лауреат Казалось бы, у Вас все есть, на первый взгляд, весь набор И все равно всегда чего-то не хватает, наверное, не хватает чего-то Да, сейчас особенно хочется, чтобы у нашего ансамбля было как можно больше концертов Потому что я считаю, что ансамбль уникальный У нас за плечами уже скоро 20 лет будет И нужен такой большой творческий арсенал, которым хочется поделиться именно с нашими людьми Я имею в виду с российскими, тем более с ростовчанами, жителями нашей области ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Владимир 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 Владимирович, сейчас учеба и в консерватории, и фантастическая цена инструментов, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА